Сегодня в программе Через Край мы говорим о некоммерческих организациях. В крае таких насчитывается больше шести с половиной тысяч. Не много ли это или наоборот мало? Кому и чем конкретно они помогают? За чей счет существует? Об этом будем подробно говорить сегодня в программе. Давайте разбираться. Ну и традиционно вначале представлю гостей, а позже, как обычно, расскажем, какое голосование мы проводим, как можно с нами связываться. Но давайте вначале познакомимся с теми, кто будет нам помогать разбираться сегодня в этой теме. Жанна Шамсудиновна Аслаханова, зампредседателя Краснодарской краевой общественной организации инвалидов восхождения. Здравствуйте, спасибо, что пришли. Нина Георгиевна Лопатина, директор Центра патриотического воспитания и туризма «Зарница». Спасибо и вам, что пришли. Дмитрий Александрович Коваленко, замначальника управления Департамента внутренней политики Краснодарского края. Добрый вечер. И Надежда Николаевна Фокина, замначальника управления Министерства юстиции Российской Федерации по Краснодарскому краю. Надежда Николаевна, спасибо и вам, что пришли. Дорогие зрители, присоединяйтесь сегодня к нашей дискуссии. Будем разбираться, что такое вообще некоммерческие организации, как они существуют, что конкретно делают и доверяют ли им. И мы предлагаем вам поучаствовать сегодня в нашем голосовании на сайте kuban24.tv. Вот какой вопрос мы вам сегодня задаем. Доверяете ли вы НКО? Да, они многим помогают. Нет, это сомнительная организация. Помогать должно государство. НКО? А что это? Вот заходите на наш сайт, голосуйте, делитесь своим мнением и пишите нам в WhatsApp и в соцсети, звоните. Напомню, наши контакты и средства связи 274-11-14, код Краснодара 861. Это наш телефон прямого эфира. WhatsApp 8-918-126-300. Ну и также можете звонить, писать точнее нам в Facebook, ВКонтакте. Все наши соцсети доступны. Пишите, обращайтесь. Ну давайте разбираться. Вообще, вот это расшифровка аббревиатуры, да, НКО. Некоммерческая организация, так сказать, социально ориентированная некоммерческая организация. Да, ну вот, наверное, первый вопрос к вам, Дмитрий Александрович. Вообще, давайте поясним, что это такое, с чем это едят, грубо говоря, и зачем это нужно. Некоммерческая организация – это организация, которая не извлекает прибыли из своей деятельности. Ну, на самом деле, организация может извлекать прибыль, но целью, основной целью организации не является, как раз таки, извлечение прибыли и разделение ее между участниками или учредителями. Собственно, в этом и суть ее. Но с точки зрения вообще, это общественное объединение граждан, простых граждан, которые хотят решить конкретную проблему или помочь своим согражданам. Ну, у нас почему появляется, вот мы говорили в начале программы, их больше 6,5 тысяч. Все верно, да? Цифра верная. Это много или это мало? Ну, на мой взгляд... Смотря с чем сравнивать. Смотря с чем сравнивать, это общие цифры, которыми владеет, прежде всего, управление Министерством юстиции по Краснодарскому краю. И, на мой взгляд, это много, поскольку, по-моему, мы первые в ЮФО. Да, Дмитрий Александрович, это верно. Мы являемся лидерами по количеству зарегистрированных некоммерческих организаций в Южном федеральном округе. Мы опережаем и Ростовскую область, и Волгоградскую область. Вот. У нас эта цифра, которую вы назвали, более 6,5 тысяч некоммерческих организаций, она, я еще здесь бы подчеркнула, это не просто количество организаций, которые вот есть в реестре. Та работа, которую мы с ними проводим, работа, связанная с контролем, позволяет мне с большой долей уверенности говорить о том, что эта цифра практически реально действующей организации. Потому что, ну, вот если бы мы взяли несколько лет назад, вот мы бы увидели большую цифру в реестре некоммерческих организаций. Давайте посмотрим как раз на эти цифры. Вот. У нас создано новых НКО. В 15-м было 400. Вот сейчас, да, вот мы видим цифру, что в 18-м году 6 тысяч 532 организаций. Это вот сейчас действующее, да? В 15-м году 6. Мы сейчас с вами видим статистику, и как раз-таки она нам показывает, что есть определенная стабильность. Но если бы мы взяли годы немножко ранее, мы бы увидели, что в реестре некоммерческих организаций было около 7 тысяч некоммерческих организаций. Проведенная работа позволила выявить ряд недействующих организаций, которые просто числились в реестре, но на самом деле не работали. Поэтому можно сказать, что в крае у нас действительно более 6 тысяч реально действующих некоммерческих организаций. Да, мы лидеры. Надежда Николаевна, ну вот поясните, почему они появляются изначально? Нам что, не хватает государственного ресурса справляться с проблемами? Ну, во-первых, надо сказать, что некоммерческие организации создаются в очень разнообразных сферах для удовлетворения определенных потребностей людей. То есть некоммерческие организации создаются гражданами для того, чтобы реализовывать социальные, благотворительные, культурные, научные, образовательные цели. Они создаются в области развития физической культуры и спорта, охраны здоровья граждан. То есть, ну если вот просто сказать, люди, объединенные общностью интересов, они создают эту некоммерческую организацию и вместе реализуют цели, которые они перед собой поставили. То есть их никто не заставляет этого делать. И как раз таки вот этот потенциал, желание чего-то достичь, вот и помогает некоммерческим организациям добиваться в конечном итоге тех положительных результатов, которых многие из них добиваются. Попрошу сейчас показать цифру прироста тех самых некоммерческих организаций. А пока спрошу вас, Дмитрий Александрович, ну вот не дублируют ли все-таки какие-то государственные, опять же, фонды, те же помощи нуждающимся? Либо все-таки НКО это такие помощники большей частью? Я бы назвал их партнерами органов власти, поскольку у каждого государственного органа есть своя функция. Органы социальной защиты занимаются конкретными решениями проблем в этой сфере. Органы здравоохранения, Министерство культуры, Министерство спорта. Но есть организации некоммерчески объединенные в своих интересах, и которые являются, по сути, партнерами в спортивной сфере, находят какие-то виды спорта, которые не охвачены государственными структурами. Отсутствие секций по восточным единоборствам, например. В области культуры это в том числе и профессиональные союзы, союзы писателей, союзы композиторов, кинематографистов и так далее. То есть это не соперники, может быть, и в большинстве своем такие конструктивные организации находят диалог с органами власти. Спросим теперь у самих представителей некоммерческих организаций, которые сегодня тоже у нас присутствуют в студии. Вообще вот ваша миссия, вы когда приходили, понимали, что нужно создать некоммерческую организацию. Жанна Шамсудиновна, расскажите сначала, у вас как вы для себя определили, в чем ваша задача и в чем может быть отличие от тех же, вот мы сегодня так сравниваем немножко с государственными. Мне понравилась фраза Дмитрия Александровича, что мы партнеры. Мы действительно сейчас являемся партнерами. И социально ориентированные некоммерческие организации, но это уже по нашему опыту и по опыту наших партнеров, уже не только государственных структур, но и партнеры нашей общественной организации и другие. Мы пришли к этому из проблем, которые не могли решить. Не могло решить государство. Не в силу того, что они не хотели решать. Просто есть, вот как подчеркнули, есть такие виды деятельности, которые не охвачены. Или какие-то инклюзивные, какие-то, например, мероприятия, проводимые с особыми людьми. Ну вот коротко можете привести, где, так сказать, зашли и поняли, что мы, грубо выражусь, закрыли вот эту, так сказать, нишу. Ну, например, мы в своем уставе изначально записали, что мы будем содействовать трудоустройстве. К этому мы пришли из своего опыта. Председатель нашей организации, сам человек с инвалидностью, с трудоустройством инвалидов, да, напомню. И не мог трудоустроиться. После окончания вуза везде искал работу. Ну и, соответственно, эта проблема была не его единственная. А с ними были еще люди, которые собирались в кафе, там на улицах собирались они. И подумали, а почему бы нам самим себя не защищать и самим не создавать условия для того, чтобы мы могли бы работать. И мы стали содействовать трудоустройстве. И основное вот это направление нашего содействия сейчас заключается в том, что мы не столько, не выполняем функции, например, центра занятости, но мы являемся партнерами с центром занятости тоже в том числе. А мы сейчас нашли более эффективный такой способ содействия в трудоустройстве. Это помочь людям самим создавать свой бизнес. Или заняться своим бизнесом. Да, у вас целая школа есть. Да, у нас есть школа. Но мы о ней обязательно подробнее поговорим чуть-чуть позже. А пока вот Нина Георгиевна хочу уточнить. Почему вы, так сказать, решили выбрать именно этот вид деятельности? Ну, по профессии я учитель. И когда в 1994 году первый фестиваль «Казачок» проводила организацию под названием «Педагогический центр каникулы», там форма собственности не была, я на кого понятна. Мы поняли уже в середине 90-х, что детьми мало кто в это в то время занимавались. Потому что патриотическое воспитание, оно впервые как цель нашей организации появилась именно формулировка в 1994 году. Уже на первый фестиваль «Казачок» приехало несколько делегаций из 10 регионов Российской Федерации. И с года в год количество участников фестивалей наших детских не уменьшается, наоборот увеличивается. То есть все дети, которые, может быть, не могут пройти на конкурс «Голос» или «Синяя птица», они приезжают на подобные фестивали, которых у нас несколько. То есть фестиваль «Казачок Тамани», фестиваль «Казачий круг» в Москве. Понятно, на Тамани «Казачок Тамани». У нас есть фестиваль в Петербурге под названием «Казачья застава». И все это нацелено на то, чтобы дети, приехав из различных регионов Российской Федерации, поделились не только опытом, как они танцуют, поют, но обязательно показали, откуда они приехали. Показали свою родину, свой край и даже родословную. Потому что во время конкурсов есть и такое понятие, что ты должен показать, откуда ты родом. Ну и здесь уже то самое партнерство, о котором говорил Дмитрий Александрович, что все выполняют одну задачу. Может быть, пафосно, скажем, прославлять край, прославлять культуру родного региона и так далее. Да, в части направления патриотического, духовно-нравственного. Вот это действительно так. Потому что все органы власти не могут справиться без самих граждан, без НКО, которые занимаются каждодневной вот этой вот работой. Ну, то есть такая форма государства объединить неравнодушных людей и регулировать, да? Я правильно понимаю? Регулировать, так сказать, взаимоотношения с организациями. Создать условия для того, чтобы НКО могли свои функции выполнять самостоятельно. Реализовывать задачи, которые они для себя поставили в своих уставах. Ну, Дмитрий Николаевич, а насколько сложно создать такую некоммерческую организацию? Ну, прежде всего нужно, чтобы было понимание, какую именно некоммерческую организацию хотим создать. Потому что законодательство сегодня предусматривает очень широкий выбор. То есть это может быть и унитарная некоммерческая организация, где может быть единственный учредитель, а может быть и корпоративная. Вот представители у нас как раз организации, где она основана на членстве. Поэтому прежде всего нужно определиться, какую организационно-правовую форму некоммерческая организация для своей деятельности, мы выбираем. Чтобы было понятно, например, фонды это унитарные организации, религиозные организации унитарные, плюс учреждения это также унитарные организации. Давайте поясним, регистрируются НКО именно в Министерстве юстиции? Да, здесь надо понимать, что вообще у нас юридические лица осуществляют их регистрацию налоговые органы. Вот по некоммерческим организациям предусмотрен специальный порядок, и здесь уполномоченным органом является Министерство юстиции Российской Федерации и его территориальные органы. В Краснодарском крае это управление Минюста России по Краснодарскому краю, которое я как раз и представляю. Как-то большой пакет документов нужен? Пакет документов достаточно небольшой, это устав, основной документ, решение о создании организации, это заявление по специальной форме, которое предусматривает в том числе и сведения об учредителях данной организации, и государственная пошлина. Документы можно подать разными способами. Заявитель может лично прийти, обратиться в управление Минюста и сдать документы на проверку. Они могут быть направлены по почте. И вот один из таких моментов, это не так давно появилось, возможность подачи документов на регистрацию в электронном виде через единый портал государственных услуг. Значит, я вот здесь бы сделала на этом акцент, потому что тут у заявителей есть определенные преимущества. Но, во-первых, не нужно нотариально свидетельствовать свою подпись. Возможность получить в итоге документы регистрации в электронном виде. Ну и самое, наверное, приятное, это то, что есть поднижающий коэффициент по уплате государственной пошлины. То есть в обычном, так сказать, режиме она составляет 4 тысячи рублей, а здесь будет 2 800. То есть преимущества, они достаточно такие вот очевидные. Преимущества очевидные, да, да, да. Уж как минимум дешевле. Да, поэтому вот такие как бы у нас есть. У нас есть сайт. На этом сайте есть и образцы документов, и бланки госпошлин, и любая сайт Министерства юстиции. Поэтому можно набрать в поисковике teo23minjas.ru или просто даже найти управление Минюста России по Краснодарскому краю. Да, да. Достаточно быстро найти и познакомиться вот с основными вопросами по созданию регистрации НКО. Ну вот, Надежда Николаевна, мы видели, что достаточно много создается, да, на сегодняшний день. Я бы сказала, активная динамика у нас есть. Там есть некие преимущества у НКО перед теми же коммерческими? Потому что мы смотрели, что там и налоговая база облагаемая другая. Какие вот преимущества у некоммерческих организаций? Он, кстати, не единственный, который регулирует деятельность НКО. То есть у нас есть еще и специальные законы. Но в целом мы можем говорить, что да, законодательством предусмотрена поддержка некоммерческих организаций со стороны государственных и муниципальных органов, экономическая поддержка. А в приоритетном порядке такая поддержка оказывается социально ориентированным некоммерческим организациям и организациям, которые являются исполнительными общественно полезных услуг. Но я думаю, что вот о видах этой поддержки, наверное, больше расскажет Дмитрий Александрович. Дмитрий Александрович, вы как раз знаете, наверняка вам вопрос. Зрители задают нам вот такой вопрос в WhatsApp. По какому адресу и к кому обратиться непосредственно, чтобы подать заявку от НКО для участия в краевом конкурсе грантов? И я знаю, что у нас такой проводится как раз. Расскажите об этом подробнее и вот как раз ответный. Конкурс на получение субсидий и грантов администрация Краснодарского края объявляет ежегодно. И органом, который, уполномоченным органом на проведение этого конкурса является Департамент внутренней политики. Мы 9 апреля уже объявили конкурс текущего года. До 15 мая принимаются заявки и проводятся консультации в ежедневном режиме по адресу улица Мира, 28. Записывайте улица Мира, 28. Кто спрашивал? Есть там несколько кабинетов, но если объяснить, что это на конкурс некоммерческих организаций, то сориентируем. Вплоть до того, что я консультирую. У нас есть отдел, который, например, занимается господдержкой социально-ориентированных некоммерческих организаций, специалисты. Есть отделы по взаимодействию с религиозными организациями, потому что и религиозные у нас принимают участие организации. Полную консультацию мы даем. И проводим также даже семинары. Кстати, об этом можно согласиться. Потому что в 2016 году наша организация приняла участие, подала документы на грант и выиграла. А то, что дают семинары, которые организует Департамент внутренней политики, они бесценны и для бухгалтеров, и для руководителей. И даже для тех координаторов, которые работают в структуре организации. Потому что то, что преподносится на этих семинарах, это как руководство к действию в дальнейшем, не только по документации, а вообще по ориентации, на что надо обращать внимание при работе. Потому что тоже, ведь наверняка, когда и начинали, много было вопросов, даже юридических каких-то нюансов, чтобы как-то все правильно регулировать. И вы сейчас проводите целые мастер-классы какие-то для тех, кто... Да, семинары мы проводим ежегодно и рассказываем об условиях участия в конкурсе о пакете документов. Но мы не можем, естественно, собрать все 6,5 тысяч некоммерческих организаций Краснодарского края. Одновременно. Одновременно. Поэтому вот эту работу по консультированию, по методической помощи, по разъяснению, что такое вообще проектная деятельность. Потому что на участие в конкурсе подается не просто смета, сколько организация хочет денег, а это подается программа, то есть комплекс взаимосвязанных мероприятий с целями, с методами для решения конкретных задач и результатами, которые НКО планирует достичь по реализации этой задачи. И программу не так просто защитить. Вот только хотел спросить, сложно защищать программу? Сложно. В чем сложности? Во-первых, грамотно составить документы, это в первую очередь. Во-вторых, наверное, доказать, что эта организация наша, например, лучше, чем другая. Потому что я понимаю, что конкуренция большая при подаче документов. Это все ясно. Конкуренция составляет примерно от 60 до 80 организаций. Ежегодно подают, доходят до участия в конкурсе, потому что некоторые, естественно, там комплект документов или еще какие-то. Но победителями становятся всего лишь около 20. Поэтому вы можете сопоставить, какая конкуренция. Вы как-то отслеживаете потом, как все ли, туда ли идут средства? Обязательно. Вы так тянули, как будто отчетность еще страшнее. Формы отчетности аналитические и финансовые. То есть финансовые органы следят за целевым расходованием бюджетных средств, потому что это бюджет Краснодарского края, бюджетное финансирование. Мы следим за тем, чтобы организация реализовывала именно те мероприятия и теми целевыми группами, которые она заявила в проекте. Мы сегодня будем говорить, конечно, в программе о доверии к НКО и вопрос, который мы задавали. Хочу спросить у представителей. Даже когда подготавливали программы и потом их защищали, сталкиваетесь с моментом какого-то сомнения в ваш адрес? Нужны ли ваши организации? То ли вы предлагаете? Я сейчас говорю даже не столько со стороны департамента, который оценивает ваши проекты, а даже, может быть, со стороны тех, для кого вы потом эти проекты приводите в жизнь. Вы знаете, сейчас вот те вопросы, которые мы сейчас обсуждаем, доказывают, что из года в год растет эффективность самих НКО. Когда мы начинали, нам было страшно подавать на конкурсы, потому что были разговоры, ну вот партнеры у нас были, другие НКО, которые раньше уже много лет существовали, и они говорили, бесполезно подавать. А мы все-таки подали, и мы выигрывали. И когда мы выиграли, люди, ради которых этот проект был составлен, и с которыми мы работали, они тоже не верили, что они могут бесплатно получить какую-то услугу, что они могут получить ту же работу, как грант, который мы выиграли, типография у нас до сих пор работает. Это значит, что люди поверили нам. И вот теперь к нам идут все больше и больше людей. У нас сейчас гранта нет, но эти люди приходят, мы им не можем отказать, потому что мы дали им надежду их оставлять на полпути, мы не имеем права. Но репутация, да, дорогого стоит. Поэтому это очень изменение есть. Ну да, вот тоже в 17 году, к сожалению, мы не выиграли грант, но тем не менее фестиваль состоялся. И дети из наших регионов, районов, края приехали, поучаствовали. Кто приехал на один день, кто на два дня. Но, по крайней мере, они знали, что конкурсы продолжаются, фестиваль работает, и фестиваль существует. Надежда Николаевна, вот как вообще учитываются вот такие некоммерческие организации? Какое-то, ну, вы говорили, что есть целый сайт. Да, во-первых, все у нас юридические лица, сведения содержатся в едином государственном реестре юридических лиц. Правоспособность некоммерческой организации как раз-таки и возникает с момента регистрации и внесения сведений в единый государственный реестр юридических лиц. И, соответственно, прекращается с момента исключения. То есть такой реестр ведется. Плюс можно запросить информацию о конкретной наличии либо отсутствии организации в управлении Минюста России по Краснодарскому краю. И еще я бы обратила внимание на то, что законодательством предусмотрена возможность действовать и без регистрации отдельным некоммерческим организациям. Ну, например, это общественное объединение и религиозные группы. Но если кто-то будет спрашивать и не увидит его в списке, это не означает, что этой организации нельзя говорить? У них ограниченная правоспособность. Они осуществляют деятельность, реализуют цели определенные, вот те же общественные объединения. Но, конечно, претендовать на получение государственной поддержки они не смогут. Но они могут принять решение о регистрации со временем. То есть я к тому говорю, что не все общественные объединения у нас приняли решение зарегистрироваться, но, тем не менее, они деятельность осуществляют. Точнее у вас, вы еще сказали, что видите, что эти организации, которые сегодня предъявляли в цифрах, они рабочие. По каким критериям вы понимали, что это действующие, а не, так сказать, спящие организации? Вы знаете, основной критерий – это открытость деятельности организации и своевременность подачи ими отчетности. То есть мы являемся органом, который уполномочен осуществлять контроль за деятельностью некоммерческих организаций. Он осуществляется у нас посредством проведения плановых и внеплановых проверок, анализа отчетов и участия в мероприятиях некоммерческих организаций. Может быть, мы в силу такой своей ограниченной штатной численности, отсутствия структур в муниципалитетах не можем принять участие в мероприятиях всех НКО, которые нас приглашают. Но если организация приглашает, то, соответственно, мы видим ее работу. Плюс многие организации ведут сайты. Ну, а вот что касается отчетов, это такая очень серьезная обязанность, которую некоммерческая организация должна исполнять. Кстати, вот у нас сейчас 15 апреля, это знают некоммерческие организации, о чем я говорю, раз в год предоставляется отчетность. И вот как раз-таки неподача этой отчетности может очень негативно сыграть и вот на моменте, когда рассматриваются вопросы о выделении государственной поддержки. А такие случаи были? Да, были, конечно. Конечно. Ведь конкурс проводится не просто администрацией края. Решение выносит целая комиссия. И туда входят представители как государственных органов и представители управления Министерства юстиции входит в состав комиссии. И других органов и некоммерческих организаций. То есть НКО тоже оценивают своих партнеров, своих коллег, которые претендуют на получение субсидий. И, допустим, мы заслушиваем тоже ту информацию, которую нам предоставляет территориальный орган Минюста. Сдали отчетность или не сдали? В общем, контролирует тяжелость. Потому что вплоть до ликвидации по решению суда. Да, прекращается правоспособность. Спасибо. Да, не так много времени осталось. Сейчас прервемся, будет небольшой перерыв. А позже продолжим говорить как раз о том, где конкретно и что именно делают НКО. Как зарабатывают, кому помогают. И вот вопросы доверия обсудим подробнее. Дождитесь. Это программа «Через край». Спасибо, что остаетесь с нами. Мы сегодня, напомню, обсуждаем работу некоммерческих организаций. Разбираемся, зачем они, кому конкретно помогают. Ну и вот в этой части предлагаем поговорить о, так сказать, доверии к некоммерческим организациям. Потому что не секрет были времена, когда им, так сказать, не очень доверяли. Как с этим обстоят дела сейчас, разбираться будем подробнее. Но вначале представлю гостей, которые присоединились к нам в этой части программы. Это Артем Коноваленко, руководитель пресс-службы МВД по городу Краснодару. Здравствуйте, спасибо, что пришли. И Мурат Владимирович Дуды, в член Общественной палаты Краснодарского края. Спасибо и вам, что пришли. Ну вот начали мы, так сказать, с доверия. Наверное, это такой основной фактор, который может идти, о котором мы говорим для привлечения интереса. Вот, Дмитрий Александрович, как сегодня вообще относится к некоммерческим организациям? Ну, по-разному. Я так понимаю, что у вас идет опрос, и там цифры скачут, поскольку... Ну, на сегодняшний день по опросам уже больше 66% доверяют в 2018 году, тогда как в 2015, 2014 и прочие годы. Все-таки доверия было меньше. С чем это связано, как вы считаете? Я думаю, что это связано с просветительской деятельностью средств массовой информации и органов власти, которые взаимодействуют с НКО. И здесь нашими партнерами, помощниками являются другие общественные структуры. Например, общественная палата Краснодарского края, общественные палаты, которые созданы в муниципальных образованиях Краснодарского края, советы при главах в муниципалитетах, общественные, которые объединяют общественные организации. И вот они тоже проводят такую работу с населением, проникаясь их проблемами и доносят до органов власти соответствующие какие-то вопросы. Спасибо. Мурат Владимирович, ну вот как отличить все-таки настоящую некоммерческую организацию от той, которая хочет, так сказать, по-быстрому деньги собрать и исчезнуть? Ну, вы знаете, проблемой общества в настоящее время является, вот я хотел бы сузить немножечко предмет в сфере пожертвований благотворительных. Является то, что вообще сам порядок сбора благотворительных пожертвований, он мало контролируется государством. Законодательством вы имеете? Да, возникают различные граждане, которые даже не имеют отношения к благотворительности, могут действовать под флагом благотворительности, собирать денежные средства, которые идут неизвестно куда. И для того, чтобы урегулировать общественные отношения, в свое время, в прошлом году, мной был разработан проект федерального закона, отдельного федерального закона, который называется «О порядке сборов благотворительных пожертвований в форме денежных средств». Что он предполагает? Он предполагает, во-первых, следующее положение. Первое – это когда право сбора благотворительных пожертвований в форме денежных средств осуществляется исключительно благотворительными организациями. То есть есть у нас федеральный закон номер 135 о благотворительных организациях и благотворительной деятельности, который определяет, кто является благотворительной организацией. Иная форма сбора денежных средств запрещается. Также запрещается сбор денежных средств гражданами за исключением собственных нужд, если человек сам заболел, или нужд своих близких родственников. Также это не касается религиозных организаций, у которых традиционно веками сложилась вот такая традиция, собирать денежные средства. И индивидуальные предприниматели и юридические лица, являющиеся коммерческими организациями, также у нас, как правило, собирают эти пожертвования. И могут в соответствии с тем законом, который я предложил, собирать их только во взаимодействии с благотворительными организациями, направляя полностью собранные денежные средства им. Следующее положение является специальный реестр благотворительных организаций. Он необходим для того, чтобы систематизировать НКО, некоммерческие организации, и выделить из них те, которые имеют право заниматься благотворительными сборами в форме денежных средств. У нас есть реестр НКО, но предлагается реестр именно тех организаций, которые занимаются сбором денежных средств. Для чего это нужно? Дело в том, что сейчас очень распространена такая форма сбора денежных средств, как СМС-сообщение и интернет-рассылки. Непонятно, кто это делает, непонятно, куда эти деньги уходят, на какие карты. И в соответствии с положениями предлагаемого закона данные СМС-рассылки и интернет-оповещения обязаны сопровождаться ссылкой на сайт Министерства юстиции, в котором как раз будет указано это НКО. Получается система следующая, что в один клик гражданин, зайдя на сайт Минюста, может проверить легитимность той организации, которая распространяет СМС-сообщения или интернет-рассылки. И проверить, существует ли такая организация или не существует. Я правильно понимаю, то есть не все НКО могут собирать пожертвования? Ну, я здесь могу сказать вот что. Значит, организация, любая организация, в соответствии с законодательством, которая действует сегодня, может осуществлять благотворительную деятельность. Ну, в том числе и в форме сбора пожертвований. Я понимаю, о чем ведет речь коллега здесь. Как раз-таки о том, чтобы упорядочить, где-то, может быть, сделать более жесткими эти правила. Это более прозрачный. Но я хочу сказать, что уже, в общем-то, сегодня, конечно, когда человек жертвует ту или иную сумму, да, ну, конечно, здесь тоже нужно какую-то и свою ответственность иметь. Потому что, действительно, даже без того, что не существует отдельного реестра благотворительных организаций, но на сегодняшний момент осуществить проверку правоспособности, есть такая организация или нет, можно и без этого реестра. То есть можно запросить управление Минюста по Краснодарскому краю, в том числе в электронном виде. Хотя бы позвонить можно элементарно. Да, можно сделать, в общем-то, и звонок, но информацию все равно мы будем выдавать, как бы, через официальные процедуры. Я согласен, но тут речь идет об удобстве. Дело в том, что человек стремится всегда к тому, что удобно и быстро. Быстро и удобно, одним кликом, согласен. Одним кликом можно зайти на сайт Минюста и проверить, есть такая благотворительная организация или нет. Особенно это удобно, например, на улицах, да, где сейчас очень много с теми же, так сказать, боксами проводить. Это повысит собираемость денежных средств, это повысит потенциально доверие к НКО, это повысит собираемость денежных средств и эффективность вообще благотворительной деятельности. И доверие людей к институту благотворительности. Поэтому, как бы, доверяем, проверяем. Я соглашусь с тем, что, да, вот иногда за счет вот некоторых лиц, которые дискредитируют деятельность, людей, которые вот всю жизнь посвящают благотворительности, может быть, и как-то вот не так это развито, как могло бы быть. Может быть, некоторые благотворительные организации скажут, что я предлагаю сильно как-то зарегулировать общественные отношения, но это будет как раз полезно и им, и всему, как говорится, народу. Но здесь очень важно предусмотреть меры ответственности, потому что сейчас фактически вот этих вот собиральщиков денежных средств на перекрестках, которые очень часто вот не имеют ни документов или зарегистрированы в другом государстве вообще, есть и такие случаи, нельзя привлечь к ответственности именно за то, что они ведут неблаготворительную деятельность. А вот сейчас единственный способ, скажем так, борьбы с вот этими незаконными, значит, собирателями денежных средств на перекрестках, это в виде, там, нарушения правил дорожного движения. Артем, добавите? Ну, практически сказали все, что я должен был сказать. Как вообще в мини-испроизводительной деятельности? Ну, к сожалению, я буду говорить, как это в жизни, в практике, не на теории, мы регулярно инициативно опробуем работу по выявлению таких граждан, которые на проезжей части осуществляют сбор денежных средств. Здесь можно смело сказать гражданам одно, изначально, если вы видите граждан, которые на проезжей части, с боксами, в специальных, даже, может быть, одинаковых майках, собирают денежные средства, надо уже задуматься, потому что официальная благотворительная организация не будет осуществлять благотворительную акцию в нарушении действующего закона, в данном случае в нарушении правил дорожного движения. И ставить под угрозу жизнь волонтера, участников дорожного движения, водителей. Да, к сожалению, штраф за нарушение правил дорожного движения пешехода всего лишь 500 рублей, незначительный. И, как показывает практика, действительно, мы проверяем документы у них, и в основном это места вблизи крупных торговых центров, где массовое скопление людей, организации общественного питания, территории вокзалов, где они осуществляют данные сборы. Да, у них в основном, это у гражданина заключен договор с индивидуальным предпринимателем, который за какое-то возмездное вознаграждение, либо безвозмездное, якобы, как указано в договоре, можно сказать, фактически нанял данного человека, осуществляет сбор денежных средств. Начинаем задавать вопросы, кто, что это за ребенок, вы знаете, кому вы собираете эти деньги, как показывает практика. Они даже не знают детально, что за ребенок, и, как показывает, опять же, практика, этот ребенок почему-то житель другого региона Российской Федерации. Ни Краснодарского края, тем более, ни города Краснодара. Проверить, есть такой ребенок или нет, тяжело, поэтому гражданам, конечно же, нужно задуматься. В основном, как, опять же, и прошлые годы показывали, вот по регистрации у нас, если в 2015 году поступило в полицию порядка около 400 сообщений, а попрошайничество. Люди сегодня жалуются, да, все-таки? Да, уже 2016-2017 год, это порядка 200. В этом году, на сегодняшний день, таких сообщений уже 65. Но здесь нужно разделять. Попрошайничают не только люди с боксами и в майках. Это имеется в виду, пристают гражданам и на рынках, люди, которые идут о социальном образ жизни, просят на алкоголь. Но мы, конечно, больше о таких людях говорим. Которые как будто бы под видом некоммерческих организаций. И здесь самое важное, что необходимо отметить, что в кодексе об административных правонарушениях ответственности за приставание граждан с целью попрошайничества в настоящее время нет. Ну, как, я думаю, уже здесь обсуждали, предусмотрено местным краевым законом номер 608, да, который предусматривает штраф в размере по 300 до 1000 рублей. Сотрудники полиции не вправе составлять данные протоколы. Мы факт регистрируем, собираем материал, то есть опрашиваем гражданину письменно и отправляем в административную комиссию администрации города Краснодара. Но, опять же, важный момент. Гражданин должен приставать с целью попрошайничества или гадания. А если он просто стоит и человек добровольно ему передает ту или иную денежную сумму, то, конечно, доказать факт приставания в данном случае с целью попрошайничества практически невозможно. Здесь, в первую очередь, я согласен с коллегами, ответственности самих людей, которые идут на это, дают деньги, не проверив, есть ли такая организация, чем она занимается. Безусловно, сейчас, если мы реестр посмотрим, в Краснодарском крае более 250 благотворительных организаций, которые, кстати, деятельность в области благотворительства осуществляют не только путем сбора денежных средств. То есть, это самая разнообразная помощь, так сказать, малоимущим и нуждающимся, помощь, которая волонтерами осуществляется. Поэтому не все только в деньгах заключается. К вопросу об ответственности. В том же проекте закона, который я предлагаю, там установлена ответственность административная и уголовная. То есть, ответственность за то, что рассылают смс-рассылки и интернет-оповещение без указания на сайт Минюста. И специальная статья, уже благотворительность. То есть, сообщение неопределенному кругу лиц или кому-либо определенному заведомо ложных сведений об имеющихся нуждах у того или иного человека, в чью пользу собираются денежные средства. И предлагается к введению в уголовный кодекс такая статья 239.1. Организация сборов денежных средств под видом благотворительной деятельности. То есть, если целенаправленно кто-то осуществляет сбор этих денежных средств, присваивает их себе, то предлагают считать это преступлением. А равно расходование этих денежных средств более половины в неустановленных целях. Существуют и некоммерческие организации, внутри которых потом выявляются какие-то нарушения, вплоть до уголовных дел. Нашумевший скандал с московской сетью муниципальных приютов для бездомных, животных, ЭКО, всех потряс не так давно. Оказалось, что приют для животных, это, так сказать, ГУЛАГ для животных. Их потом выяснилось, где животных попросту мучили и убивали. Вот как такое вообще может происходить, что под видом некоммерческой организации делают что-то совершенно просто ужасное? Вот сейчас в этом, конечно, разбираются следственные органы. Ну, мы сегодня связались с нами на связи Наталья Дубницкая, директор-основатель Краснодарской городской, тоже общественной организации «Краснодок». Наталья, здравствуйте. Слышно нас на связи с нами? Да, Наталья. Ну, вот нашумевший скандал, наверняка вы о нем слышали. Вот вы как справляетесь с тем, что, опять же, возможно, и к вам тоже есть какое-то у людей недоверие относительно того, что вы же собираете деньги на помощь животным и так далее? Как, так сказать, доказываете, что нет, все-таки вы все делаете в рамках и закона, и все это можно проверить и посмотреть, чтобы доверие у людей было к вам? Ну, во-первых, мы зарегистрированная организация, и налоговые органы и прочие нас имеют право проверить, что и делали. Во-вторых, вся наша деятельность открыта. Каждый день с 10 до 5 часов вечера любой желающий может прийти в приют и убедиться в том, что те животные, которые заявлены на сайте у нас, на которые, в общем-то, и ведется средство, но мы не всегда собираем деньги, точнее говоря, мы описываем, что нам нужно, а это, как правило, ледпрепараты и корма. Но если у человека по каким-то причинам нет возможности привезти необходимые препараты или корма, они могут перечислить деньги. Соответственно, каждый желающий может приехать, посмотреть, найти собаку, и так очень часто бывает. Отстанавливают люди и просят, покажите нам именно, и называют в кличке, у кого бы они хотели увидеть. Мы с удовольствием показываем. Единственное, куда мы предупреждаем, что мы не можем запустить наших посетителей, это отделение кожное, так сказать, термотологическое. То есть там животные болеют с заболеваниями, которые опасны для человека. Ну, просто на роде и шаем. Ну, тем не менее, можем там сфотографировать, фотографию показать. Ну, такого не было, честно говоря. И мы все-таки 15 лет приют существует. Соответственно, люди убедились в том, что мы действительно творим, ну, насколько можем помочь животным, добро для них. И пристраиваем очень много. И, ну, насколько мне известно, настолько открытого приюта, который позволяет определить всю жизнь с нашей страны, да, с изнанки, я в России не знаю. То есть все очень ограниченные часы приема. Я просто, когда начинала свою деятельность, пыталась неоднократно с московскими приютами связываться и посмотреть, как это происходит, чтобы было легче просто перенять какую-то модель и воплотить ее в жизнь. Но меня в несколько приютов муниципальных не пустили. В тот же приют, в который меня пустили, меня это, честно говоря, шокировало. Я решила ни на кого не равняться и действовать самостоятельно. То есть, как минимум, уже тот факт, что вы пускаете, да, а в свой период уже, как минимум, вы можете вызывать доверие, и, так сказать, что вы работаете открыто и доступно. Конечно. Спасибо, спасибо. Хотя и вызываю доверие. Спасибо. Наталья Дубницкая, директор Краснодарской общественной организации «Краснодорг» была с нами на связи. Ну, вот вообще, что входит в правила работы некоммерческих организаций, так сказать, переходя уже от вопроса? Вот какая там, так сказать, мера обязанностей? Ну, самое главное, что должна делать некоммерческая организация, это выполнять законодательство Российской Федерации и уставные положения, которые она сама для себя предусмотрела, обязательно для исполнения ее учредителями, участниками, членами. Потому что устав проходит регистрацию, соответственно, организация может осуществлять один или несколько видов деятельности и не должна выходить за эти пределы. Если можно, коротко уточню, как раз вот к вам только что, вот прям конкретно к вам пришел вопрос. Почему каждый раз при внесении изменений в устав НКО необходимо платить госпошлину? Ну, прежде всего, потому что это предусмотрено налоговым кодексом Российской Федерации, то есть госпошлина составляет 800 рублей. Изменения, вообще мы рассматриваем ежегодно более 2000 заявлений о внесении изменений в учредительные документы, о внесении изменений, не связанных с внесением в учредительные документы в уставы, то есть смена, может быть, там, директора или видов экономической деятельности. То есть, вот если вы вносите изменения в устав, то да, 800 рублей госпошлина, ее можно уплатить. Но, опять же, если вы обратитесь через электронный вид услуг, то, соответственно, у вас это вот госпошлина будет сдвижена. Меньше. Спасибо. Сейчас прервемся, у нас снова небольшой перерыв, позже продолжим. Это программа «Через край». Спасибо, что остаетесь с нами. Мы сегодня обсуждаем, напомню, работу некоммерческих организаций. Ну, вот в первых двух частях программы разбирались, что это такое, как это вообще работает. Сейчас поговорим конкретно, чем именно занимаются. И у нас здесь в студии присоединяются в этой части программы еще представители как раз некоммерческих организаций. Давайте представлю. Анна Ашотана Третьякова, представитель Краснодарской региональной общественной организации «Колыбель Сердец». Здравствуйте. Здравствуйте. И Ирина Сергеевна Полякова, директор автономной некоммерческой, опять же, организации, Центр социальных инициатив «Формула счастья». Ну, вот с вас, наверное, Ирина Сергеевна, и начнем. Расскажите, чем занимается ваша некоммерческая организация? Наша некоммерческая организация вышла из школы социального предпринимательства при ресурсном центре некоммерческих организаций Краснодарского края. И она совсем еще молодая, ей около полугода. Сейчас у нас там есть несколько проектов, которые нацелены главным образом на популяризацию семейных ценностей, на поддержку материнства. Ну, в частности, у нас есть такое мероприятие, как фестиваль «Рукоделие. Вязаная жизнь», который проходит в различных районах города. И призван привлечь внимание к возможности мамочкам самореализоваться не только в материнстве, но и в другом. Тут я задумалась. Я вроде как молодая мама тоже. Но не знала, что есть такие организации. Как вообще, может быть, молодые мамы, кто нас сейчас смотрит, могут узнать о вас и вообще о каких-то некоммерческих организациях, которые проводят целый фестиваль? Ну, я думаю, что не только реклама в соцсетях, но и, как бы, наше сарафанное радио. Еще очень важно, я думаю, взаимодействие между организациями. Поэтому ближайшее наше мероприятие, в частности, оно будет проводиться, будет приурочено ко Дню Семьи, Международному Дню Семьи, 19 мая. И в нем участвует большое количество организаций, около семи. И я думаю, этим и достигается такой большой охват, потому что в каждой организации есть свои члены, которые, соответственно, знают о том, что будут мероприятия. И, в общем, получается большое количество участников. Соответственно, я думаю, что вместе мы можем больше. И поэтому вот такое объединение может также помочь таким мамам узнать о нашей деятельности. Спасибо большое. Вот она. Как у вас колыбель «Сердец» называется организация? Скажите, чем вы помогаете и кому? В первую очередь мы помогаем детям с ДЦП, но помощь осуществляется в виде физической реабилитации. Мы являемся реабилитационным центром, имеем медицинскую лицензию и осуществляем именно реабилитацию. Но мы открыты не как коммерческая организация, а как некоммерческая, потому что мы хотим, чтобы наши дети реабилитировались за счет средств организации. Но в данный момент мы в этом направлении работаем. Работает у нас фонд наш для реализации этой программы. И где-то в основном процентов 60 наших детей проходит эту реабилитацию на бесплатной основе. Вы когда понимали, что вам интересно этим заняться, вы хотите помочь деткам, как пришли к тому, что вы откроете именно в формате некоммерческой организации? Ну, когда вот изначально мы начали этим заниматься, мы объединились с родителями, членами нашей организации, учредители являются точно так же родители детей инвалидов. И основная цель была именно реабилитация связана. И, конечно же, самое сложное в этом ВЦП, это не процесс месячный, это очень длительный процесс. Это постоянно, да, и постоянно осуществлять за счет своих средств, это очень сложно. И поэтому нужна помощь именно вот в этом вопросе, что нужно были привлекать средства, поэтому мы открылись именно как общественная организация. Вот средства таким организациям как выдаются? Только ли грантам или еще есть какая-то помощь? Дело в том, что некоммерческие организации привлекают денежные средства из разных источников. Даже если бы государство сказало так, только субсидии и ничего больше, не выжили бы, не было бы у нас такое количество НКО, не работали они бы так эффективно. Поэтому гранты это всего лишь маленькая такая поддержка на какие-то конкретные программы. В большинстве своем организации привлекают дополнительное финансирование. И это не только вот сбор пожертвований благотворительных там в боксах или еще каким-то образом. Но есть и такое направление, например, да, целое направление как фандрайзинг. У нас сейчас такое, может быть, новое слово, но каждый понимает, что вот это направление именно привлечения денежных средств в некоммерческую организацию через различные способы, через интернет-платформы, через рассылку писем коммерческим структурам, через другие инструменты. Это очень важно, потому что организация имеет траты, имеют траты ежедневные. Это если в помещении находится, естественно, аренда помещения, свет, там, коммунальные платежи и так далее. Да, поэтому даже если волонтеры или преподаватели работают на безвозмездной основе, то траты, они достаточно существенные. Каждая организация может рассказать о своих способах привлечения денежных средств в организацию. Анна Ашотовна, как раз, наверное, по вашей части вопрос к нам пришел от телезрителя. Какие требования необходимы соблюсти НКО, чтобы заниматься реабилитацией детей с ограниченными возможностями здоровья? Какие специалисты должны быть в штате? Обязательно нужно, если мы говорим о реабилитации, не об интеграции, не о социальной какой-то адаптации. Говорим о физической, обязательно нужно, чтобы организация была медицинской лицензией. Такова у нас имеется. Что касается специалистов, обязательно нужно, чтобы специалисты были с высшим медицинским образованием. Мы этот тоже вопрос сейчас очень контролируем, и все наши специалисты именно таковыми и являются. Нина Георгиевна, мы коротко начали говорить в первой части программы. Расскажите теперь подробнее, чем Зарница занимается. Вы знаете, Зарница имеет несколько направлений, но основной задачей и целью нашей организации является, повторюсь, патриотическое воспитание детей и молодежи на основе сохранения традиций, обычаев казачества и народов, проживающих на территории Российской Федерации. Поэтому, повторюсь, наверное, то, что это фестиваль «Казачок» Тамани, которому 25 лет в этом году. Но он не просто для того, чтобы танцевали, пели детки, но он обучает очень многому. Почему? Потому что в ходе этого фестиваля проходит несколько конкурсов. Это конкурс среди вокалистов, хореографии, как обычно, чтецов. Кстати, в прошлом году очень много было детей-инвалидов во время проведения этого конкурса. То есть мы их тоже принимаем на конкурсную программу. Ввиду идет этот конкурс «Народная артистка России» Савельева Валентина Сергеевна, как председатель жюри. В состав нашего жюри также входит профессор нашего университета, извините, Краснодарского института культуры и искусства, Вакуленко Екатерина Гавриловна, Книськов Геннадий Георгиевич. Это те люди, которые уже имеют определенный опыт в своей сфере. И во время этих конкурсов они дают оценки детям. Они учат и преподают мастер-классы, во время которых дети обучаются, но не только повторяют творчество. Потому что в рамках этого же фестиваля у нас проходит такой конкурс по патриотике однозначно под названием «Юный атаманец». «Мальчики», разумеется, это конкурс «Строи песни». Это обязательно знание своей родословной. Это в обязательном порядке знание своей малой родины. И защитить именно историю своей станицы или края – это очень здорово. И кроме этого фестиваля «Казачок Тамань» у нас еще проходит фестиваль как продолжение, которому тоже будет 25 лет. Это в Москве проходит «Казачий круг». У нас же здесь на территории края очень интересное мероприятие, которому 23 года. Это учебно-методический семинар для организаторов детского отдыха. Причем приезжает от 12 до 19 регионов Российской Федерации ежегодно по одному по два человека к нам в край. И мы в рамках ярмарки «Путевок в Анапе» пытаемся именно помочь организовать отдых не только в стационарных лагерях, но обязательно даются методические указания для тех площадок дневного пребывания, которые есть при школах, при центрах детского творчества. То есть разнообразная программа. Разумеется, педагоги, которые ведут этот семинар, это «Орленок», это Министерство образования Российской Федерации. То есть достаточно хорошего уровня. Ну и я повторюсь, потому что еще есть фестиваль «Казачья застава» в Петербурге. И даже в этом году впервые мы выехали в Казань. То есть тоже там провели фестиваль. Причем наши кубанские коллективы участвовали в этом фестивале. А вот по поводу дополнительных средств, которые, понятно, на одних грампах не проживешь. Но вы, кстати, один-то не выиграли. Один не выиграли, но фестивали продолжались. Потому что мы... Ну вот за счет чего находили средства? Объясню. То есть за год до определенного мероприятия мы начинаем отправлять письма официальные, вплоть до губернаторов, министров культуры, в которых рассказываем о том или ином мероприятии. И иногда получаем положительный ответ. То есть министерство включает программу и отправляет коллектив от своего региона к нам на фестиваль. Мы пишем и по нашим районам. Ну и вот, например, находят те же детские коллективы наших районов, находят спонсоров. К примеру, Станица Павловская, Радуга коллектив. Он с 95-го года почти ежегодно привозит своих деток на разное количество дней. В связи с чем? Потому что он обращается за помощью к своим спонсорам. Там есть такое хозяйство за мир и труд. Когда дают деньги, когда не дают. Но это не ежегодно. И поэтому вот эти мероприятия, которые проходят в течение года, их основных 5, они позволяют существовать в нашей организации. Потому что штатных сотрудников 5. Но привлекать приходится потом во время фестиваля гораздо больше. Чтобы понимать, сотрудники же некоммерческих организаций тоже получают зарплату. Конечно. Мы существуем с 2015 года и в грантах никогда не участвовали. Мы первый год, сейчас мы участвуем в президентских грантах. Две наши работы сейчас на экспертизе находятся. Благодаря, кстати, Департаменту внутренней политики, они очень нас поддержали в этом вопросе. Надеемся, что мы все-таки выиграем. И вот первый год, когда мы участвуем. Мы своими силами с 2015 года. Как вы выживаете своими силами? У нас есть и коммерческие услуги, которые мы оказываем населению, в том числе и взрослым, по реабилитации детским. И у нас есть свой пансионат на берегу Черного моря. Он начинает действовать с мая по октябрь месяц. И поэтому какой-то доход приносит и пансионат. И все целевые деньги, которые приходят, они уходят как раз на обеспечение тех деток, которые у нас в очереди на реабилитацию. Мы помогаем только своим, которые наши подопечные. Их на данный момент более 3000 человек. Я бы хотела дополнить, что помимо работы в «Формуле счастья», я также работаю еще в одной общественной организации, в епархиальной автономной некоммерческой организации. И могу сказать, что несмотря на то, что организация совсем новая, то есть ей еще даже нет и года, но, к счастью, мы уже выиграли два гранта. Один из них на создание гуманитарного центра помощи для людей, находящихся в трудной жизненной ситуации. В частности, изначальная цель – это поддержка кризисных беременных. То есть выделяются средства на оборудование склада, где находятся вещи, которые нам приносят благотворители, жертвуют магазины. Вещи в хорошем качестве, и посетители склада с удовольствием их берут и экономят тем самым свой бюджет. И, кроме того, закупаются продукты и гигиенические наборы на эти средства. Это вот одно наше достижение организации нашей «Благой дар Кубани», которая также стала победителем второй грант у нас – это православная инициатива, международный грантовый конкурс. При этом точно могу сказать, что очень важна нам поддержка наших министерств и ведомств, которые дали нам рекомендательные письма, и организация с таким небольшим сроком существования смогла получить достаточно большую сумму для так называемого стартапа. Потому что мы поняли, что сейчас, когда мы начинаем работать, наша цель – это создание кризисного центра для беременных, «Светлый обитель», в которой мамочки могли бы проживать в трудной жизненной ситуации, получать полную поддержку, комплексную психологическую помощь, юридическую. То есть такой глобальный проект. И, в принципе, для новой организации очень сложно все это сделать самим. И наше министерство, соцтруда, аппарату полномочного по делам ребенка Краснодарского края не только дали нам рекомендательные письма для продвижения и экспертизы, хороших результатов для выигрыша в этом грантовом конкурсе, но и сейчас нас поддерживают и помогают, потому что у них есть свои наработки. То есть в тесном сотрудничестве мы надеемся, что этот проект, как немножко взлетев, наберет обороты, потому что сталкиваемся с тем, что нам, например, жертвуют уже кроватки. То есть если не денежки, ну хотя бы какие-то такие средства помощи. В общем, любая помощь хороша. Потому что, ну вот вы правильно сказали, не все мы можем сделать сами. Хорошо, что есть организации, добросовестные выполняющиеся в работу, которые могут нам помочь сделать что-то вместе. У нас сейчас опять небольшой перерыв, позже вернемся, продолжим. Это программа «Через край». Спасибо, что остаетесь с нами. Мы, напомню, сегодня обсуждаем работу некоммерческих организаций. И в этой части программы к нам присоединилась представительница еще одной некоммерческой организации, Марина Соболевская, руководитель общероссийской общественной организации опекунов, детей, инвалидов, забота. Здравствуйте, спасибо, что пришли. Но первый вопрос все-таки к вам, Ирина Сергеевна. Как адресно помочь, нам зрители спрашивают, как адресно помочь молодым мамам в трудной жизненной ситуации, что больше всего им необходимо? Ну, разные виды помощи необходимы. Иногда достаточно даже просто выслушать маму, которой тяжело. Ну, к сожалению, это так. К сожалению, в большинстве случаев выслушать и проблемы в этой ситуации. Выслушать, да, хотя бы понять. А куда можно обратиться? Ну, наша организация находится при Свято-Ильинском храме. В Краснодаре? В городе Краснодаре, да. Улица Октябрьская, 149. То есть, если что, туда можно обращаться. Как, скажем так, кому-то, кому нужно помочь, так и тем, кто хочет нам помочь. Потому что нам нужна помощь и волонтеров, и, соответственно, мамочки нуждаются и в различных вещах, в том числе. И будем рады и любой помощи, и также поможем. Кажется, я знаю, куда я отнесу тонну маленьких распашонок, которые остались у меня после рождения. Отлично. Да, заодно посмотрите наш склад. Спасибо, спасибо, что вы сказали, как раз думала. Ну, вот зрители слышали, да, куда можно обратиться в Свято-Ильинский храм в Краснодаре. Марина, расскажите, чем занимается у вас, вы помогаете, у вас организация опекунов, детей, инвалидов, забота. Расскажите подробнее. Ну, основная цель, конечно, помочь, в принципе, семьям с детками-инвалидами и деткам-инвалидам. Начиная от юридической помощи, материальной помощи, но такой большой, наверное, блок сейчас занимает. И первое, что мы начинаем сейчас делать, это социальная адаптация деток-инвалидов. Потому что ребенок наиболее уязвим перед взрослым миром, перед, в принципе, большим и жестоким миром. И его нужно научить жить, научить жить в этом обществе, в том числе показать обществу, что есть дети, которые отличаются от большинства. И их нужно тоже принимать, уметь принимать. Ну, в общем, социальная интеграция деток-инвалидов, чтобы, да, видели, понимали, слышали и принимали. Ну, вот вы сказали, что есть и юридическая помощь и так далее. Вообще, Дмитрий Александрович, часто обращаются, что нам нужна помощь, помогите. Вот какую помощь в департаменте могут оказывать? Я сейчас говорю даже не про гранты, а вот даже вот про юридические какие-то моменты. Обращаются? Обращаются, и не коммерческие организации обращаются, и просто граждане обращаются, зная о том, что вот есть НКО. Мы слышали, что есть НКО, которые занимаются проблемами вот такими, 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 или которые занимаются с детьми, или которые занимаются, скажем, тотально слепыми, или тотально глухими людьми. И мы даем координаты, мы, поскольку взаимодействуем, мы их ориентируем на поиск, ну вот, куда они могут, чем помочь. Кроме того, в 2013 году при поддержке администрации края был создан специальный ресурс в интернете, гражданский форум Кубани. Он находится по адресу nko.krasnodar.ru, и именно там мы размещаем все материалы. Мы рассказываем об организациях, об их акциях, о тех направлениях деятельности, которые ведут, адреса конкретные. В общем-то, это ресурс, который объединяет. Вы задавали вопрос, как НКО могут найти друг друга, или как узнать о той или иной некоммерческой организации, которая занимается, чем они занимаются. Да, там вот это сарфанное радио, это хорошо, но в большинстве своем нужно находить по интересам как-то. И вот на своем ресурсе мы размещаем большое количество и анонсов о мероприятиях, которые проводят некоммерческие организации, и стараемся их познакомить, и чтобы они нашли тех граждан, которые могут помочь. У нас, знаете, в крае есть целая полезная программа, как ее называют, «Знание силы». И мы хотим сейчас связаться с нами на связи, точнее уже, Макарова Валентина Андреева, представитель Краснодарской краевой правозащитной общественной организации «Право и дело». Валентина Андреевна, слышно ли нас? Да, я слышу вас. Здравствуйте, Валентина Андреевна. Да, ну вот кому и какую юридическую помощь оказывает ваша организация? Ну, как вы сказали и представили, как вы представили нас в качестве правозащиты организации «Право и дело», но мы сейчас перегистрировали эту организацию и называемся Межрегиональной общественной организацией «Ресурсный социально-правовой центр». 10 декабря 1999 года при поддержке дела по делам молодежи мы организовали бесплатную юридическую приемную. Более 13 тысяч граждан и общественных организаций получили у нас юридические консультации. В общем-то, у нас в организации как таковых проблем нет, потому что прием ведет грамотный юрист, адвокат Усов Игорь Александрович. Проблемы существуют в малых городах и сельских поселениях, где представителям некоммерческих организаций необходимо оказать правовую помощь, начиная от регистрации некоммерческой организации, отчетности до написания проектов и программ и вхождения в реестр поставщиков социальных услуг. При поддержке общественной палаты Краснодарского края с просветительскими мероприятиями я побывала в Лобинске, в Белореченске, в Станице-Сбилисской. Вы там были с программой «Знание сила», да? Как раз вот эта программа «Знание сила». Ну да, эта программа, она как бы вот существует у нас уже несколько лет, эта программа. А с какими в основном проблемами сталкиваются в некоммерческих организациях? Это что? Не знают, как документы организовать или в чем? Ну, вы знаете, в общем-то, если некоммерческая организация хочет решить какой-то вопрос для себя, как сказал предыдущий выступающий Дмитрий Александрович, у нас есть замечательный сайт «Гражданский форум Кубани». Но надо, чтобы эти организации знали, что есть такой форум, где они могут найти эту информацию. Поэтому мы на всех просветительских мероприятиях начинаем с того, что если вы хотите повышать свой уровень знаний, вам необходимо регулярно, можно сказать, каждый день обращаться на гражданский форум Кубани и на сайт общественной палаты Краснодарского края, где много очень полезной информации размещено. И как минимум можно еще и к вам обращаться, получить помощь. Плюс ко мне обращаются очень многие организации, и как зарегистрировать организацию, и как сдать отчетность в управлении юстицией, и как войти в реестр поставщиков. В этом году очень много организаций ко мне обращалось с просьбой посмотреть проекты и оказать помощь, чтобы они выделили приличный вид, отправить в фонд президентских грантов. Спасибо, спасибо, Валентина Андреевна. Напомню, Валентина Андреевна Макарова, представитель Краснодарской краевы правозащитной общественной организации «Правое дело», была с нами на прямой связи. Ну вот, коллеги, расскажите вообще, какие у вас в основном сложности? Вот то, о чем говорили, юридические большей частью, либо, так сказать, денег не хватает в первую очередь. Вот в чем сложности у вас? Вы знаете, вот то, что сейчас говорила Макарова по ресурсному центру, навевает нас на мысль, что такие центры нужны. И нужны даже вот не только в рамках города, даже в округах бы они нужны были. Потому что одна организация точно не справится, более 6 тысяч организаций, это же невозможно одной организации оказывать такие услуги. Но у вас вот целая права школы есть. Наша организация тоже, да. У нас есть не только школа. Мы в структуре своей организации создали ресурсный центр развития СОНКО. И такие же юридические услуги мы тоже оказываем. В прошлом году по президентскому гранту мы в рамках ресурсного центра тоже оказали более 700 человек. У нас прошли консультационную помощь по бухучету и по юридическим вопросам. И, кстати, в среду у нас будет бесплатная юридическая консультация для родителей с детей-инвалидов в нашем офисе Коммунару 239. Поэтому все желающие могут прийти и проконсультироваться. И в рамках ресурсного центра уже у нас есть школа. Школа социального предпринимательства. И в этой школе мы обучаем людей, ну, начинали с людьми с инвалидностью, так как наша организация именно этот характер носила. Ну да, вы помогаете людям с инвалидностью. А теперь мы уже перешли на все категории. Поэтому к нам обращаются люди уже не только с Краснодара, у нас есть со Славинска, то и так далее. Выясните, что вы помогаете там предпринимательству? Мы от идеи до реализации доводим проекты, социальные проекты, которые решают определенные проблемы. Вот наша выпускница сидит, Ира Полякова. Она создала организацию свою некоммерческую, а ножку, она создала именно в рамках нашей школы. То есть, да, какие знания получили там? Ну, во-первых, там ученики школы в рамках проекта пишут свой бизнес-план о том, как не только какую-то осуществлять социально полезную деятельность, но и зарабатывать при этом деньги. Вот. И в конце мы защищали проект, вот у нас была защита, мы получали сертификаты. И вот, честно сказать, из нашей школы, по-моему, человек 15 всего было, и много выпускников школы создали свои автономные некоммерческие организации. И больше того, сейчас мы все дружим, и вот то мероприятие, которое планируется опять же на День семьи, в том числе 19 мая, который будет, в том числе благодаря тому, что мы все попали в школу и как-то нашли друг друга. И это как раз подтверждает слова Жанны Шамсудином, что нужно быть вместе и помогать друг другу. Вот. Поэтому для меня это неоценимый опыт был, школа. Вот. И я думаю, что те, которые, те люди, которые получат возможность в ней обучаться, я думаю, Жанна Шамсудином не остановится. Самое лучшее, что мы получили в этой школе, это общение. И вот они пришли незнакомые даже друг с другом. А когда и идеи были, не сформировавшиеся, потом много раз переделывались. Просто какая-то мысль в голове была. Да, мысль просто была, и они пришли с этой идеей. А к концу совершенно другая появилась идея, и бизнес-план был уже по другой идее. Понимаешь, как бизнес-план. Но самое интересное, что они когда разрабатывали, и мы когда обсуждали, а на чем-то зарабатывать, а зарабатываем мы не на нуждах людей, а мы наоборот зарабатываем для того, чтобы решать эти проблемы. И на чем будете зарабатывать, вопрос этот, у всех сразу возникал. И они друг другу помогали. Это просто надо было видеть, насколько это было эмоционально, и насколько это было эффективно. Они до сих пор дружат, до сих пор друг другу, вернее, мы дружим. У нас и своя страничка есть, мы продолжаем дружить. Поэтому школа помогает людям обрести себя и решать социальные проблемы. А это плюс всем. Людям, которые помогают людям. Да, людям, которые помогают людям. Марин, вам нужна такая школа? Вашим сотрудникам нужна. Мы по счастливой, наверное, тоже случайности знакомы также и с Жанной Шамсединовной. И с тем кругом общения, который они вокруг себя сформировали. Конечно, это восхождение. Вообще удивительная организация, удивительные люди, которые в ней работают. Потому что они объединяют вокруг себя вот таких неравнодушных людей. Мы также пришли, скажем так, за советом. Потому что мы представители не коммерческой организации, но вот этого нового такого направления социальных предпринимателей. Мы сами зарабатываем для себя. Чтобы помочь, мы сначала заработали для себя. Но в сфере социальных программ тоже много тонкостей, нюансов, в которых нужно разбираться и понимать, что делать, куда идти, за кем. Знаете, я лишаюсь. Тут уникальный просто случай. Если здесь у нас в школе было больше социального, здесь у них опыт предпринимательский. Поэтому мы, как говорится, нашли друг друга. И опыт этой организации заботы поможет нам уже их, наоборот, дополнить социальным содержанием. А ваши общие встречи потом помогут нам друг другу решить вот эти общие проблемы. Поэтому этот уникальный опыт мы будем сейчас продолжать и фиражировать. Да, вообще, вы знаете, в менталитете нашем совершенно невозможно, казалось бы, себе представить, ну как это можно зарабатывать для того, чтобы это просто отдать потом другим. У нас, если бизнес, то это прибыль исключительно себе, еще и желательно с наценкой как минимум 100%. Здесь какая-то совсем другая ситуация. Вот как вы выстраиваете именно эту часть, что вы зарабатываете не для себя? Это, наверное, позволите? Да, конечно. Я думаю, что это все-таки идет изнутри, то есть от сердца. Потому что каждый руководитель социально ориентированной некоммерческой организации, он думает прежде всего не о себе, не о своем достатке, а о решении той проблемы, ради которой он эту деятельность ведет. Для чего он создавал некоммерческую организацию? И он мыслит сердцем прежде всего. Ирина Сергеевна, добавьте. Коротко, если можно. У нас совсем много времени хочется у всех спросить. Ну, мне кажется, в этом много удовольствия, помогать другим, делать их немножко счастливей. Вот, и это даже иногда больше, чем деньги. Давать лучше, чем брать, да, вот в этом смысле? Ну, думаю, да. Отдавая, получаешь больше. Да, парадокс в том, что чем больше отдаешь, тем больше приходит из каких-то других источников. Да, улыбка ребенка, это, конечно, самая дорогая оплата, которая может быть. Потому что, ну, ничто на свете не сравнится с ребенком, который радуется. Дмитрий Александрович, ну, подытожьте нас. Вот что было бы, если все-таки НКО не было? Вы находили какие-то другие рычаги? Или это надо было бы создать? В любом случае, у нас они бы родились. Просто гражданское общество, оно родилось в государстве. И не органы власти придумали, так, а теперь все собрались граждане, и давайте помогаем друг другу. Нет, гражданское общество поднялось, собралось, приняли решение действовать. И НКОшки сформировались именно в гражданском обществе, то есть объединили людей по интересам. Как минимум, это можно говорить о том, что гражданское общество у нас выходит на какой-то другой уровень. Сейчас будет небольшой перерыв, дождитесь, скоро вернемся. Это программа «Через край». Мы сегодня, напомню, говорили о работе некоммерческих организаций. Вот какой вопрос мы вам задавали. Доверяете ли вы некоммерческим организациям? И вот что вы нам ответили. Вот 16% считают, что помогать должно все-таки государство. 20% доверяем, они многим помогают. 28% не знают, что такое НКО вообще. И 36% пока считают, что все-таки это сомнительные организации и не доверяют. Но я думаю, что это показатель того, что мы в последнее время преодолеваем вот этот порог недоверия, который в какой-то момент сложился к НКО. Ну и надеемся, сегодня мы познакомили вас с этими организациями, и вы увидели, что они работают куда более ответственно, чем в прежние времена. Спасибо, что были с нами. Это программа «Через край».